МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министр юстиции не изучает глубоко определенные международные отчеты. Это следует из ответа Вероники Михайлов-Марару на критические доклады Госдепартамента США и организации Freedom House. Пожар вспыхнул в здании национального радио. В тушении огня были задействованы 50 пожарных и 12 единиц спецтехники. Работники одного из медицинских центров дошли до того, что воруют еду. Речь идет о трех сотрудницах, которые были пойманы с украденными из медучреждения продуктами. Их заметил директор учреждения и проверил, когда они шли домой. Задержанные женщины работали в Центре временного размещения для взрослых с ограниченными возможностями в селе Бодичаны. Директор учреждения Василий Палмаря публиковал в социальных сетях снимки украденных продуктов питания. На фотографиях можно увидеть сосиски, замороженные куриные окорочка, банки кукурузы, рис, вафли и конфеты. По информации портала обсерватору Луиди Норт, две сотрудницы работают в учреждении уже много лет. Третья была принята на работу недавно. По данному случаю администрация учреждения начала служебное расследование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова выделила 60 миллионов леев на срочный ремонт стратегического участка железной дороги со сроком завершения в марте этого года, но работы еще даже не начались. Украинский подрядчик, который должен был выполнить работы, не исполнил обязательства, и власти должны расторгнуть с ним контракт до конца мая. На все наши запросы к ним о предоставлении информации, на каком этапе они находятся, мы провели с ними и видеоконференцию, они нам не ответили. В договоре также предусмотрены штрафные санкции за невыполнение договорных обязательств. Действуем по процедуре. Седжио Томша не уточнил, какова судьба 60 миллионов леев, выделенных правительством, но отметил, что для оплаты работы другого подрядчика, который проведет новые геологические исследования, разработает исполнительный проект и выполнит работы, потребуется больше средств. Кроме того, он сослался на высокую стоимость материалов и сложную ситуацию с поверхностью путей, которые продолжают разрушаться. Я не могу сказать, какой будет сумма. Сумму могут назвать только специалисты в данной области в проектировании и составлении сметы расходов. Сейчас цена на материалы и спецоборудование рыночная. Если найдем это в Молдове, то хорошо. Если нет, то придется импортировать. В Министерстве инфраструктуры пока не прокомментировали эту ситуацию. Восстановление железнодорожного участка между селами Калибаш и Велень Когульского района имеет стратегическое значение, поскольку он является единственной подъездной дорогой для грузовых поездов в порты Джурджулешты и Рени. Сейчас грузы доставляются в эти порты через Украину, что несет дополнительные риски и затраты. Участок железной дороги Когул-Джурджулешты был построен в период 2007-2009 годов, но проект не был завершен должным образом, из-за чего возникают проблемы различного характера. Министр юстиции не изучает внимательно международные отчеты по Республике Молдова. Вероника Михайлов-Марару признала это, когда мы попросили ее прокомментировать исследования, установившие, что в Молдове имеются серьезные отступления от правовых норм. На прошлой неделе международная неправительственная организация Freedom House в своем отчете констатировала, что правосудие в Республике Молдова по-прежнему носит избирательный характер, и на это влияет внутренняя заинтересованная группа, пользующаяся поддержкой некоторых представителей правительства. Я не изучала досконально доклад Freedom House, а точнее двух авторов. Это позиция авторов, проводивших расследования с использованием определенной методологии. Несомненно то, что как правительство, так и парламент в последние годы более чем красноречиво продемонстрировали конкретными действиями, что были предприняты все необходимые действия для совершенствования законодательства, создания механизмов обеспечения и проверки неподкупности судей и прокуроров. В первую очередь именно судьи и прокуроры являются теми, кто осуществляет правосудие. Но они должны быть независимыми и прежде всего справедливыми в своей работе. Доклад Госдепартамента США о правах человека в Молдове, опубликованный две недели назад, министр юстиции даже не читала, хотя в нем говорится как о высоком уровне коррупции в Республике Молдова, так и о судебной системе, которая продолжает избирательно применять действующее законодательство. Однако Вероника Михайлов-Марару убеждена, что уровень коррупции в прошлом году в нашей стране был низким. Я не читала этот доклад Государственного департамента. Я знаю лишь некоторые обобщения. С другой стороны, у нас есть определенный рейтинг, который показывает, что индекс восприятия коррупции в Республике Молдова в 2023 году значительно снизился по сравнению с 2019-2020 годами. С другой стороны, по сути, это подтверждает всю необходимость реформ, проводимых правительством в отношении борьбы с коррупцией и реформы юстиции. Из резюме, которое я видела, признаются усилия правительства и парламента, которые отдали абсолютный приоритет реформе правосудия и борьбе с коррупцией, и были разработаны все необходимые инструменты. В своем третьем отчете о мониторинге избирательности уголовного правосудия в Молдове за 2023-2024 годы Freedom House отмечает ряд недостатков. Например, такой. Генеральная прокуратура, прокуратура по борьбе с коррупцией, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, НЦБК и суды в определенные периоды подвергались незаконному влиянию со стороны заинтересованной группы внутри судебной власти, которая пользуется поддержкой некоторых представителей правительства. Эта группа проявляла большой интерес к отдельным делам в отношении оппонентов власти, тогда как в случае с другими людьми, близкими к этой группе влияния, освещение было недостаточным или даже отсутствовало. В связи с этим авторы исследования призвали правящую в Молдове партию относиться с уважением к независимости судебных органов и не вмешиваться в их работу. Государственный департамент США в своем докладе о правах человека в Молдове констатировал, что коррупция по-прежнему широко распространена в нашей стране, а независимость судебной системы остается серьезной проблемой из-за коррупции и избирательного правосудия. В опубликованном отчете говорится, что хотя молдавские власти и предприняли некоторые шаги по борьбе с коррупцией, эти меры оказались в основном безуспешными. Судья Нина Чернат, которая также является членом высшего совета магистратуры, покидает должность судьи апелляционной палаты и выходит из состава ВСМ. Решение об этом было объявлено накануне на заседании высшего совета магистратуры. Чернат заявила, что ее уход является осознанным решением и назвала его печальным моментом после 34 лет работы в системе. Свой уход она объяснила оказываемым на нее давлением. На протяжении всего этого периода я открыто говорила о проблемах судей, об уязвимостях судебной системы, а также когда шла речь о серьезных нарушениях, допущенных некоторыми судьями в системе. Конечно, я не была удобным членом высшего совета магистратуры для всех судей, из-за чего постоянно, как и на данный момент, подвергалась нападкам за особое мнение, за отданный голос, за высказывания на общем собрании судей и заседаниях высшего совета магистратуры. На меня нападают новые группировки в судебной системе, для которых я была неудобна. Нина Чернат уклонилась от ответа на вопрос, кто именно на нее нападает и о каких группировках в судебной системе идет речь. Мы попытались связаться с судьей, чтобы получить у нее дополнительные детали, но она не ответила на наши звонки. Не удалось получить комментарии в высшем совете магистратуры. Пятый канал также обратился за комментарием по этому поводу к министру юстиции. Вероника Михайлов-Марару уклонилась от ответа на вопрос о том, что ей известно о группировках в системе, о которых говорила судья Чернат. Нина Чернат подала в отставку с должности члена ВСМ и судьи апелляционной палаты Кишинева. Она заявила, цитирую, я подвергалась нападкам за особое мнение, за отданный голос, за высказывания на общем собрании судей в заседаниях высшего совета магистратуры. На меня нападают новые группировки в судебной системе, для которых я была неудобна. Чернат говорит о новых группировках в судебной системе. Что вы ответите на эти обвинения, о каких группировках в системе идет речь? Я не слышала подобных заявлений с ее стороны, но согласно законодательству, у нее есть необходимые рычаги для уведомления правовых органов с целью проверки действий тех, кто позволил себе такое. Как мы видим, половина состава апелляционной палаты предпочла не проходить такую оценку. Что ж, закон дает им такое право. Но с другой стороны, я думаю, мы понимаем, что имеются резервы с точки зрения сомнений и смелости, стоит ли проходить через эту внеочередную проверку. При этом, даже исходя из этих заявлений, о которых вы упомянули, это доказывает необходимость более радикальных мер по реформированию юстиции и обеспечения неподкупности судей и прокуроров. Нина Чернат является судьей апелляционной палаты Кишинева с 2012 года, а членом Высшего совета магистратуры с 2017. До июля прошлого года она исполняла обязанности председателя Высшего совета магистратуры. На заседании 7 мая ВСМ приняла заявление об отставке 20 судей Кишиневской апелляционной палаты. Они объявили о своем намерении уйти в отставку в середине апреля после того, как комиссия по вейтингу заявила о начале оценки профессиональной этики и неподкупности судей апелляционной палаты Кишинева и направила соответствующие уведомления 40 судьям. Однако только 20 из них приняли решение пройти эту процедуру, представив комиссию по вейтингу необходимые документы, среди которых декларация о доходах и личном интересе за последние 5 лет. Действующее законодательство позволяет судьям, не желающим проходить через данный фильтр, уйти в отставку в течение 20 дней. Заявление об отставке можно отозвать в течение тех же 20 дней. Срок подачи декларации стек 2 мая. После того, как 7 мая ряд телеграм-каналов опубликовали сообщение о том, что еще несколько телеканалов и радиостанций рискуют остаться без лицензии навещания, с разъяснениями по этому поводу выступил представитель правительства Даниил Воды. Он заявил, что это фейк и что у этих СМИ лишь запросили дополнительную информацию о том, кто является фактическими бенефициарами инвестиций. Правительство уточняет, что в случае с 8 СМИ Совет распорядился запросить дополнительную информацию, то есть представленная информация не была полной, поэтому комиссия запросила дополнительную информацию. Действительно, в протоколе упоминается, что в некоторых случаях также был отправлен запрос в прокуратуру по борьбе с коррупцией, которая должна поделиться информацией о проведенных расследованиях. Репортер нашего телеканала спросила, когда состоится заседание Совета по инвестициям и может ли быть приостановлено действие лицензии соответствующих СМИ в случае выявления нарушений или сомнений, связанных с источниками финансирования. Цель Совета по стратегическим инвестициям не констатация для отзыва и лицензии, цель проведения проверки. Совет на этом этапе провел декабрьское заседание, сделал выводы по результатам этого заседания, после чего заседание было продлено до 26 апреля для рассмотрения остальных документов. Проверку фактических бенефициаров прошли десятки компаний, а это значит, что ни у одного учреждения, входящего в этот Совет, не возникло никаких возражений по поводу их деятельности. По упомянутым вами телеканалам или компаниям были заданы некоторые уточняющие вопросы, которые будут решены соответствующими компаниями. Отметим, что в отношении ряда радиостанций и телеканалов Совет по продвижению инвестиционных проектов проводит проверку. В связи с этим Совет запросил у компаний ГРТ, Мега-ТВ, Синема-1, Эксклюзив-ТВ, М4 и двух радиостанций Ретро-ФМ и ГРТ-ФМ дополнительные документы, в том числе подтверждающие платежи и поступления, превышающие сумму в 10 тысяч леев, перечень поступления и платежей со счетов резидентов и нерезидентов, включая дату, сумму операции получателя и отправителя за период с января 2022 года по март 2024. Напомним, решением того же Совета по инвестициям в марте этого года была приостановлена лицензия навещания нашего телеканала. Как заявил Совет, решение принято на основании обоснованных подозрений в причастности фактических бенефициаров компании к деятельности, затрагивающей безопасность государства. И уже после того, как было принято решение о приостановке лицензии, Совет запросил у Пятого канала такой же список документов, подтверждающих каждую транзакцию в сумме свыше 10 тысяч леев. То есть, к одним телеканалам такая репрессивная мера не применена, а для Пятого канала санкция была введена только на основании подозрений и еще до дополнительной проверки. Пятый канал отвергает все обвинения и еще раз подчеркивает, что сотрудники выполняют свою работу правомерно и объективно. Более того, Пятый канал не допустил какого-либо нарушения закона, которое могло бы повлечь за собой такое серьезное наказание, как приостановление действия лицензии. А действия властей являются грубым нарушением демократических норм, таких как свобода слова, редакционная независимость и свобода творчества, гарантированные Конституцией и Кодексом телерадиовещания. При этом отметим, что всего за полтора года по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям были закрыты 13 каналов. Партия действий Солидарность является идеальным воплощением президента Майи Санду и влияние главы государства можно обнаружить вплоть до последнего чиновника этой партии. Об этом заявил бывший премьер-министр Влад Филат в эфире телеканала Н4. По его словам, президент считает, что все, что делает ПДС, правильно и не так важно, что написано в законе. Не имеет значения, что возможность не может заменить законность, что определенное личное отношение к определенным людям или к определенным процессам не имеет значения, что все должно происходить иначе, чем вы думаете, и так далее. Человек, который с тех пор пришла во власть, делит людей на хороших, на плохих, на наших. Сейчас перед выборами она мелькает среди детей, слишком много детей, как мне кажется, вокруг нее. Она потеряла кадруца, появилась церковь, митинги с митрополитами. По словам Филата, Майя Санду, когда она была министром просвещения, отменила распоряжение о введении религии в школе как факультативного предмета, что вызвало враждебность между ними. Это распоряжение много обсуждалось в митрополии и было подписано покойным министром просвещения Леонидом Бужором. Она его, не уведомив меня, отменила и снова ввела в действие, потому что альтернативой было либо утвердить, либо уйти. На самом деле это ее подход к религии. Закрытие гимназии при монастыре Марты и Марии довольно острый конфликт, и там было несколько аспектов. Влад Филат также высказался о референдуме о вступлении Молдовы в Евросоюз, который пройдет в один день с президентскими выборами. Понятно, что этот референдум не более чем электоральный инструмент Майя и Санду, чтобы получить новый мандат и иметь предвыборную тему. Мы не говорим о серьезных проблемах, которые у нас в экономике, социальных проблемах, обо всем, что происходит в образовании и здравоохранении. Мы говорим о референдуме. Нам приходят сообщения, не забудьте на Пасху поговорить о референдуме с семьей. Что касается президентских выборов, Филат утверждает, что если Майя-Санду пойдет на второй срок, это будет худшим решением для нее и для народа. Их мировоззрение и способность управлять вызывают большую печаль. Для нее это был бы трагический конец, но перед нами она будет продолжать упорствовать в своей глупости. Все, что происходит в Республике Молдова вот уже почти 4 года является глупостью. Управление – это не лозунги. Лозунги – это избирательные компании. Управление – это сложный процесс, в котором есть некоторые компоненты. Если они отсутствуют, то все оно не работает. Прежде всего – компетентность. Если в правительстве есть некомпетентные люди, вы можете целовать Байдена каждый день, но это не поможет. У вас должно быть видение, способность планировать и соблюдать это планирование. Майя-Санду пока не отреагировала на заявление Филата. Наш телеканал не получил ответа на направленный запрос о комментарии. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас сообщила нам, что не комментирует слова экс-премьера. Уже второй день социальные сети гудят, обсуждая двухчасовое интервью президента Майя-Санду российскому блогеру Юрию Дудю. И многие комментарии явно не в пользу главы государства. Экс-премьера Он Кику написал в социальных сетях, что это, видимо, было первое интервью молдавского президента, где вопросы ей не сообщили заранее. «Молодец, Майя!» Сарказмом написал он в социальных сетях. Выпускающий редактор портала Зио МД Николай Федерюк в своем посте отметил, что звездой этого интервью была не Майя-Санду, а блогер Юрий Дудь. На самом деле, в интервью для Дудя не Майя-Санду вызвала такой большой интерес, а сам Дудь. Людям было интересно посмотреть, что он спрашивает, как он спрашивает, увидеть выражение его лица, когда он слушает ответ. Майя-Санду уже давно неинтересна. Те же бессмысленные, ничего не значащие слова, то же плоское и скучное мышление, та же заикающаяся ложь, которую мы знаем наизусть. А вот наблюдать за реакцией Дудя было на самом деле интересно просто потому, что он не находится в нашей ситуации. То есть его не принимают ежедневно за дурака, и его реакции были гораздо красочнее и разнообразнее. Короче говоря, главным героем этого интервью был Юрий Дудь, а не Майя-Санду. Отсюда и повышенный интерес к нему, считает Николай Федерюк. Политолог Валерий Асталеб считает, что если кто-то когда-то и проводил операции по дискредитации Майи-Санду, то это было лучшее из них. По его мнению, те, кто посоветовал президенту организовать это интервью, оказали ей медвежью услугу. Такого парада беспрерывного лицемерия давно не было, написал он в своем телеграм-канале. Если ты против Путина, почему поступаешь так же, как Путин? В этом заключается вся суть интервью Дудь-Санду, считает журналист и политический комментатор Валерий Реницы. После того, как их разнес Венедиктов, не получилось и со вторым российским журналистом, настроенным против Путина. Дудь несколько раз настаивал на том, что все, что творит режим Санду, не может быть оправдано, поскольку совершается без элементарного судебного процесса, пусть даже и постановочного, написал Реницы в Фейсбуке. Экс-башкан Гагаузи Ирина Влах назвала двухчасовое интервью Майи-Санду Юрию Дудю предвыборным хайпом действующего президента. Майя Санду дала интервью Юрию Дудю. Почему именно сейчас? Четыре года она плевала на интересы своих избирателей. А сегодня она думает, что все все забудут. Перед выборами можно давать интервью кому угодно. Это все равно не поможет. Упоительные истории о хороших временах уже никому не интересны. А вот бывшего министра экономики Александра Муравского после просмотра беседы молдавского президента и российского блогера потянуло на поэзию. «Майя пела и дудела, только вот старалась зря, дуть уловкам не поддался, ох, крепка рука Кремля», написал он на своей странице в Фейсбуке. В свою очередь, ведущую программы Кутия Нягры на канале ТВ8 Мариану Радзи возмутил повышенный интерес аудитории к интервьюеру Юрию Дудю, ведь молдавские ведущие ничуть не хуже. Почему спустя 30 лет после обретения независимости мы по-прежнему больше любим русских артистов? Фильмы из Москвы, а их интеллектуальные элиты для нас по-прежнему важнее, чем местные элиты. Сегодня, после интервью президента в интернет-шоу «Вдуть» я поняла, как нас воротят от всего, что у нас есть. Мы воротим нос от местных журналистов, которые не умеют задавать смелые вопросы. Интересно, сколько критиков вообще читают или смотрят то, что производится в Молдове? Может, я и грубовато, но, признаюсь, мне сегодня было обидно. В сегодняшнем интервью я не увидела ни одного важного вопроса, который бы не был задан молдавскими журналистами, написала в Фейсбуке Марьяна Раце. А вот главного редактора издания «Азиарул Национал» Рей Сулазински возмутило то, в каком виде пришел Юрий Дудь на интервью с молдавским президентом и как он вел себя во время беседы. А этот Дудь позволил бы себе сидеть, скрестив ноги в кедах и клечатой рубашке перед их Путиным, написала она в социальных сетях. Двухчасовое интервью с президентом Республики Молдова Майя Санду было размещено на YouTube-канале российского блогера Юрия Дудя 7 мая. Собеседники обсудили войну на Украине и ситуацию в Приднестровье, уровень коррупции в Молдове, взаимоотношения с Гагаузией, а также цензуру в стране, наличие которой глава государства категорически отрицает, несмотря на закрытие 13 телевизионных каналов и целого ряда информационных порталов. Взяв интервью у Майя Санду Юрий Дудь впервые выступил в роли политического репортера. Спасибо большое за это общение. Спасибо. Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдовы по случаю 79-й годовщины победы во Второй мировой войне. Как сообщается в пресс-релизе администрации президента России Владимир Путин выразил дань глубокой признательности и уважения всем тем, кто в тяжелые годы войны мужественно сражался на фронте. «Важно пресекать любые попытки и сказители предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм», заявил Путин. При этом президент России выразил уверенность, что узы братской дружбы, сложившиеся в годы Великой Отечественной войны, останутся надежной основой для развития отношений между нашими странами и народами. Обращаясь к руководителям и гражданам зарубежных стран, президент России передал слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны, пожелав им здоровья, благополучия и долголетия. По решению молдавских властей с прошлого года День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины, отмечаемый в нашей стране 9 мая с 1990 года переименован в День Поминовения и Примирения в память о павших во Второй мировой войне и празднуется 8 мая. 9 мая официально объявлен Днем Европы. 29 апреля столичный мэр Ион Чебан объявил на оперативном заседании муниципальных служб, что 9 мая в Кишиневе будут отмечать и День Европы, и День Победы, в связи с чем он призвал полицию и всех коллег обеспечить общественный порядок. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного компания Айдата, более 63,5% респондентов ответили, что 9 мая будут праздновать День Победы. День Европы намерены отметить 9 мая 42% опрошенных. По официальным данным, на войну против гитлеровской Германии и ее союзников пошли почти 268 тысяч молдаван. Около 70 тысяч из них погибли. Первый большой военный парад, организованный в Москве, состоялся 9 мая 1965 года, когда исполнилось 20 лет со дня победы союзников над нацистской Германией. Тогда День Победы был объявлен государственным праздником в СССР. Никто не забыт, ничто не забыто. Политический блок Победа приглашает всех сограждан присоединиться к манифестациям, посвященным Дню Победы, и организует бесплатный транспорт. В Кишиневе и по всей стране пройдут мероприятия в память о героях, победивших фашизм в борьбе за мирное будущее. В заявлении для прессы политический блок Победа отметил, что присоединяется к Национальному координационному комитету Победа в организации марша в Кишиневе, который начнется в 10.00 с нескольких мест во всех секторах столицы. Их список можно найти на официальных страницах блока Победа в социальных сетях. Участников марша бесплатно довезут к мемориальному комплексу Вечность. В то же время в Аргееве, Тараклии, Бельцах и Камрате члены политического блока Победа организуют шествие и возложение цветов. В программе мероприятий концерты патриотической песни «Полевая кухня» и «Салют». Призываем всех жителей выйти с нами на шествие, рассказать своим детям, почему нам всем так важно помнить, что это за день, рассказать, как их прадедушки и прабабушки воевали за то, чтобы их семьи, их внуки жили в мире. Ваше участие крайне важно, подчеркивается в заявлении политического формирования. Сотни автомобилей застряли в огромной пробке, образовавшейся в полдень из-за остановки движения на проспекте Штефана Чалмаре между улицами митрополита Гавриила Бенулеску-Бадони и Пушкина. Ситуация вызвала возмущение водителей, простоявших длительное время в пробке, потратив не только время и топливо, но и нервы из-за организации Дня Европы в Кишиневе и визиты европейского комиссара по бюджету. Вот приехала родня к правительству и закрыли дороги со всех сторон и к президентуре. Как долго вы находитесь в пробке? 30 минут. Сколько за это время проехали? От Коголничану сюда километр. Вы едете на работу? Да. Не опоздали? У меня остался час. Надеюсь, смогу найти место для парковки. Стою плюс-минус 30 минут. Это ненормально. Как далеко вы проехали за полчаса? 100-200 метров плюс-минус. Трудно проехать. И если честно, я, можно сказать, возмущен тем, что власти Кишинева принимают какие-то особые меры в эти праздники. Прежде всего, они должны регулировать движение на этих перекрестках, на индустриальную или Албешуару перенаправить поток. Это требует времени, но, по крайней мере, сейчас это было бы уместно. Такая ситуация будет продолжаться два дня. В пресс-релизе мэрии говорится, что троллейбусы, которые ходят по бульвару Штефана Челмари, были перенаправлены на прилегающие улицы. Кроме того, 9 мая с 8 утра до 6 часов вечера в Кишиневе будет ограничен доступ граждан в некоторые публичные места и приостановлено движение транспорта на маршрутах официального кортежа европейского комиссара по бюджету и администрации Йоханнеса Хана, который в этот день посетит Молдову. Отметим, что торжества, посвященные Дню Европы в Кишиневе, организуют государственные канцелярии представительства Европейского Союза в Республике Молдова. Политический блок «Победа» объявил, что присоединится к митингу и шествию в Кишиневе в честь Дня Победы 9 мая, организатором которого является Национальный Координационный Комитет «Победа». Вместе с тем блок организует масштабные мероприятия, посвященные 79-летней годовщине Великой Победы в Аргееве, Камрате, Бельцах и Тараклии. Партия социалистов объявила о проведении в этот день марша «Бессмертный полк». Полиция со своей стороны заявила, что будет обеспечивать общественный порядок и контролировать дорожное движение и призвала граждан 9 мая избегать любых конфликтных ситуаций, призывов политического тона, которые провоцируют агрессию и насилие. Гражданам также рекомендуют не носить с собой крупные сумки иранцы, которые могут вызвать подозрения. При этом правоохранители не уточнили, что будет с теми, кто не прочитал их заявление. Остановка, хоть и временная, работы трех предприятий по переработке семян подсолнечника и производству масла, входящих в группу «Трансойл», оказала катастрофическое влияние на экспорт растительного масла из Республики Молдова. Согласно анализу эксперта по сельскому хозяйству Юрия Рижи, представленному порталом «Молдстрит», в апреле продажа этой продукции за пределами страны буквально рухнули, в составе всего 3463 тонны, что является самым низким уровнем с июня прошлого года. Так, объем экспорта растительного масла в апреле был примерно в 7,5 раз ниже, чем в марте и примерно в 10 раз меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Молдстрит.ком отмечает, что три перерабатывающих завода, принадлежащих группе «Трансойл» в нашей стране, обеспечивают более 90% производства растительного масла в Республике Молдова и более 95% экспорта этой продукции. О важности этого показателя, по мнению издания, говорит тот факт, что в прошлом году на него пришлось 6% от общего объема продаж за пределы страны, что в 2,5 раза больше, чем экспорт текстиля, примерно в 2 раза больше, чем экспорт мебели и свыше 50%, чем вина. Портал отмечает, что в то время, как продажи масла за пределами страны в апреле значительно снизились, экспорт семян подсолнечника из Республики Молдова увеличился примерно на 37% по сравнению с мартом и почти 8 раз по сравнению с тем же месяцем 2023 года и достиг около 73 тысяч тонн. Напомним, с середины марта три компании группы «Трансуэл» приостановили свою деятельность, сославшись на нехватку сырья и обратились к Минсельхозу с просьбой выдать лицензии на импорт его из Украины. В ответ министр сельского хозяйства Владимир Боля заявил, что запасы семян подсолнечника в Молдове составляют около 350 тысяч тонн и что любые заявления об отсутствии этого сырья являются спекулятивными. При этом 3 мая министр разрешил продлить срок действия лицензии на ввоз пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника. В результате лицензии на импорт сроком на 30 дней были выданы нескольким перерабатывающим компаниям. Бывший вице-спикер парламента Александр Слуцарь тогда писал, что это было сделано не случайно в Страстную Пятницу, когда все уделяют большое внимание пасхальным праздникам. По его словам, компании и группы TransOil получили лицензии на ввоз почти 70 тысяч тонн подсолнечника из Украины. Слуцарь написал, что предвидел это и опасается, что это не окончательное решение по разрешению на импорт. Те, кто осенью 2023 года смешными ценами уничтожил сотни отечественных фермеров, да и вообще не сделал достаточных запасов для перерабатывающих заводов, теперь будут импортировать сырье по более высоким ценам от иностранных коммерсантов. Те представители Министерства сельского хозяйства, которые должны были вмешаться в ситуацию и ввести механизм лицензирования еще весной 2023 года одновременно с Румынией и Болгарией, и которые допустили катастрофу на внутреннем рынке и банкротство мелких фермеров, в итоге согласились с импортом. Никто не берет на себя ответственность за позорные масштабы и социально-экономическую трагедию тысяч людей в селах. «Трансойл остается хозяином сельского хозяйства и отраслевого министерства. Я все еще очень надеюсь, что будет обеспечен хотя бы жесткий механизм, который не позволит реэкспортировать подсолнечник в Румынию. В противном случае национальную зерновую и масличную отрасли ждет необратимая экономическая катастрофа», написал Слусарь. Министерство сельского хозяйства и компания «Трансойл» тогда не отреагировали на эти обвинения. Ранее в «Трансойл» заявили, что деятельность одного из трех предприятий временно приостановлена на период пополнения сырьевых запасов и проведения профилактических работ. При этом «Трансойл» заявила, что полностью обеспечит внутренний рынок страны качественным подсолнечным маслом в необходимых объемах. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом потребления алкоголя и курения электронных сигарет среди детей в возрасте от 11 до 15 лет. Согласно отчету ВОЗ, около 20% опрошенных подростков заявили, что курили электронные сигареты в течение последних 30 дней. Съемочная группа «Пятого канала» решила выяснить мнение жителей Кишинева по поводу этой тревожной статистики. Некоторые столичные жители нам рассказали, что стоимость алкогольной и табачной продукции необходимо увеличить, назвав это одним из наиболее эффективных методов борьбы с этим явлением. Другие настаивают на том, что детей нужно занимать кружками и секциями. Тогда на вредные привычки не останется времени. Маней, повышать прайс на цену. То есть это поможет? Это поможет однозначно. Ну, если родители не могут своим детям рассказать, что курение негативно влияет, то тогда... Надо бить рублем. Повышать больше цен, и тогда у детей не будет возможности... Вы можете ребенка воспитывать, но свою лепту на сегодняшнюю окружающую среду, которая сейчас очень агрессивна, повлиять можно, запретить не получится. Нужно, конечно, беречь нашу молодежь. Больше спорта, больше воздуха, плавание, купание, зарядка. И на это уже времени не останется. Со вкусом. Из-за ароматизатора. Не из-за доступности? Нет. Больше ароматизатора играют свою роль. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, около 57% опрошенных 15-летних подростков признались, что хотя бы раз пробовали алкоголь, а 37% несовершеннолетних указали, что употребляли спиртное в течение последних 30 дней. Специалисты напоминают, что алкоголь наносит колоссальный вред детскому организму. Алкоголь есть, он нейротоксик, фортиграм. Алкоголь действует как очень сильный нейротоксин. Он легко преодолевает защитные функции крови, учитывая, что мозг в подростковом периоде активно развивается, нарушается работа нейронной системы. А это может привести к психическим заболеваниям. Это сказывается на снижении успеваемости на памяти и приводит к различным проблемам социального характера. Врачи подчеркивают, что у молодых людей на фоне употребления алкоголя со временем могут возникать различные формы эпилепсии, депрессии и не только. По данным Республиканского наркологического диспансера за 2023 год в Молдове на учете состоят около 43 тысяч лиц с диагнозом алкоголизм. Около 25% из них – женщины. Ежегодный бюджет Республиканского наркологического диспансера и его подразделений, выделяемый национальной кассой медстрахования, составляет около 50 миллионов леев. В зависимости от тяжести заболевания стоимость лечения от алкогольной зависимости может варьировать от 1 тысячи до 15 тысяч леев. Пятый канал обратился в Министерство здравоохранения Молдовы с просьбой рассказать о мерах профилактики и борьбы с употреблением спиртного и табачных изделий, а также электронных сигарет и вейпов среди детей и подростков. Ко времени подготовки сюжета к эфиру мы не получили ответа. Пожар вспыхнул вечером 7 мая в здании национального радио. В устранении возгорания были задействованы 50 пожарных и 12 единиц спецтехники. По предварительной информации огнем были охвачены два помещения. Пламя перекинулось в серверную комнату на втором этаже, где находился один сотрудник. Спасатели его эвакуировали. По данным генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям возгорание было локализовано примерно в 12 часов дня. За 20 минут пожар был потушен. Пострадавших нет, однако от огня пострадало около 40 квадратных метров помещений. Более подробную информацию об инциденте сообщил заместитель генерального директора компании телерадио Молдова Корнел Чобану по телефону для утренней программы на Молдовы-1. Вероятно, пожар начался из-за неисправности электрического счета и перекинулся на офис технического центра. Судя по всему, серверы вещания не пострадали, но сейчас они не работают, потому что покрыты копотью и дымом. По словам Чобану, когда начался пожар, в здании находились несколько сотрудников. там были коллеги из режиссерской группы и те, кто вел прямую трансляцию Евровидения. Они были вовремя эвакуированы, только одной коллеге потребовалась медицинская помощь. Она либо надышалась дыма, либо у нее случился приступ паники. Но она вне опасности. Корнелио Чобану также сообщил, что 8 мая будут транслироваться только новости из студии в помещении телеканала Молдова-1. Остальные программы транслироваться не будут. Предпринимаются меры по возобновлению полного вещания, добавил он. В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что обстоятельства и причина пожара выясняются. В нескольких селах Гагаузии Бешалма, Буджак, Казаклия и Карбалия 6 мая прошли храмовые праздники. По этому поводу в населенных пунктах были проведены спортивные мероприятия, представления для детей и концерты для всех жителей. Село Бешалма в этом году отметило 233 года с момента образования. По словам примара населенного пункта за последнее время благодаря поддержке власти и автономии село значительно преобразилось. Полностью заасфальтирована центральная улица, отремонтирована кровля школы, проведена полная реконструкция детского сада. Местные органы власти сами со своим бюджетом большие инфраструктурные проекты не сможем реализовать. Мы надеемся на региональные власти, мы надеемся на республиканские власти, чтобы совместными усилиями дальше развивать наши населенные пункты. Местные жители очень рады изменениям к лучшему в их родном селе. Очень многое делается. Спасибо нашим руководителям. Они очень стараются для этого. В этом году с дорогами занялись, делают дороги. Садик для меня был в первую очередь. Садик вообще идеальный, супер. Солнечные панели установили, на крыше детского садика. Сделали дорогу в южную часть села в сторону Кангаза. Там асфальтобетонную. Делается все для улучшения условий жизни жителей села без шалма. Жители села посетила и посетила села Казаклия, к которому в этом году исполнилось 210 лет. Уважаемые дорогие Казаклии, от всей души, от всего сердца хочу поздравить вас с вашим храмовым праздником. Также поздравить вас со светлой Пасхой, воскресением Христом. Чтоб в каждом вашем доме был мир, было развитие, был свет. Конечно же, наша команда всегда старалась, будет стараться делать добрые дела, инфраструктурные проекты для этого прекрасного населенного пункта. По словам жителей Казаклии, село в последние годы преображается и это позволяет чувствовать себя защищенными и жить в комфорте. В правильном направлении развитие идет, для детей очень много, для пожилых людей восстанавливают парки, улицы, водопровод, канализацию. Движемся в правильном направлении. Каждый год что-то меняется, что-то новое происходит. Появилось освещение до кладбища, тротуар появился, что для наших столик было очень хорошо. Спасибо всем, кто в этом участвует, кто содействует. Парк, школы, дороги, тротуары, цирка сделали тоже очень хорошо. Тротуар, дороги делаются, соответственно, наш парк очень хороший. Люди выполняют свою работу. Евгения Гуцул отметила, что 6 мая в Гагаузии тройной праздник. Помимо храмовых в честь Георгия Победоносца еще и почитаемый всеми жителями автономии Хидрлес, с которым она поздравила всех жителей региона. 6 мая это очень знаковый день для Гагаузской автономии. Помимо того, что сегодня день святого Георгия Победоносца, также у нас в Гагаузии один из самых важных праздников это Хидрлес. Это действительно очень яркий, красивый праздник и хочу пожелать всем жителям Гагаузской автономии благополучия, мира, светлых пасхальных праздников. С праздником Хидрлес, символизирующим пробуждение природы и начало нового сельскохозяйственного сезона, поздравил жителей автономии и политик Илон Шор в социальных сетях. Это по-настоящему народная традиция, связана с приходом весны в природе и в душе каждого. Пусть Хидрлес принесет много радости и любви, станет началом нового этапа развития автономии. Желаю здоровья, благополучия и веры в будущее, написал Илон Шор на своей странице в фейсбуке. В селе Бешалма на концерте, организованном в этот праздничный день, перед сельчанами выступил Иоанн Эстрати, а в Казаклии народный исполнитель Петр Петкович. Завершились праздничные мероприятия красочным фейерверком. Редактор субтитров А.Семкин